Детский психолог Ой, Боже, ребеночек маленький, ну обманул, ну ничего страшного. Юля, а почему важно обратить внимание на, казалось бы, невинную детскую ложь? Ложь – это свидетельство психологических проблем. В прошлом веке это станет звичкою. И если сегодня дитина с брехала, что не ела цукерку, завтра она приховывает от вас, что вживала алкоголь или сигареты. Больше того, детская брехня может стать ознакомой психологических проблем дитина. Недовира к родителям, неопевненность в себе, прагнение родительской внимания. Просто сейчас узнаете, что говорит ваша дитина правду, и как распознать, что вам брешут. Стоит понимать, существует ложь и фантазия. Ложь – это осознательное искажение информации ради собственной выгоды. Фантазия – это когда ребенок придумывает нереальные сказочные события. У меня дети, например, младшие, они все время ассоциируют себя с какими-нибудь персонажами или героями. С Андрюшей у нас была совершенно потрясающая история. Ему было где-то года два с половиной, и мы поехали с ним отдыхать. И на море, я смотрю, он задружился с каким-то мальчиком. Они так отлично играли, значит, все. И мы же собираемся уходить. И я говорю, что, сыночек, ну что же, прощайся с мальчиком, давайте, типа, пойдем, мы уходим. И вдруг мама этого мальчика говорит, скажите, пожалуйста, а как зовут вашего мальчика? Я говорю, вы играли практически целый день. Говорю, а что, он не сказал? Говорит, он сказал. Я говорю, что он сказал? Он сказал, что он Карлсон. Я говорю, да, отлично. Вообще-то его зовут Андрюша. И она так, Ванечка, мальчика, оказывается, зовут Андрюша. И вдруг Ваня начинает истерически рыдать и говорить, нет, он Карлсон, Карлсон, Карлсон. Арина у нас, в свою очередь, конечно, более оригинальная девушка. Она очень долго была лошадью. Потом, значит, сразу резко после лошади она превратилась в волка. Причем, когда мы ей говорили, что, Ариша, наверное, скорее всего, ты волчица, она говорила, нет, я волк, зубами щелк. Фантазия – это очень хорошо. И фантазию необходимо развивать у детей. Потому что фантазия – это дальше правильное мышление. Это первый этап творчества. Это творчество. То есть детская фантазия бывает полезной. А как родители могут ее развить? Не покупайте детям игрушки, которые однофункциональны. Покупайте девочкам куклу, чтобы она могла быть и феей, и русалкой, и принцессой, и модницей, и кем-то там еще. Мы предлагаем предметы заместителей. Все мы помним палку вместо лошадки. У нас в детстве полотенце можно взять вместо плаща. Следующая наша помощница – это книга. Мы можем читать книги, мы можем придумывать, дописывать какие-то образы, додумывать сюжеты. И, конечно, те элементы сказкотерапии, о которых мы уже вспоминали много раз, когда дети сами придумывают сюжет и выход из ситуации, это тоже очень хорошо и снимает и напряжение, и развивает фантазию. Давайте перейдем все-таки ко лжи. У детей есть возрастной период, когда они, в принципе, начинают лгать. Это период с 5 до 7 лет. Одна из причин – это слишком много запретов. Если нашему ребенку практически ничего нельзя, тогда у него остается один единственный выход – бесконечно врать. Предлагайте ребенку альтернативу. Сейчас пирожное тебе нельзя, но если ты поешь суп, пообедаешь, ты можешь съесть на десерт пирожное. То есть, таким образом, ограничивая количество нельзя, мы даем больше каких-то позволительных моментов, соответственно, ребенку нет смысла и необходимости нам брать, соответственно, он пытается с нами договориться. Еще одна причина – детская лжи. Ребенку не хватает внимания родителя, и он начинает брать, чтобы ему уделили время. Я четко помню момент появления, мне было 10 лет, появление младшего брата моего. Я помню состояние, в котором я находился, невероятное. Мне хотелось так привлечь к себе внимание. Маленький, он лежит, все вокруг него бегают. Это внутреннее такое переживание. Боже, я никому не нужен больше. Хотелось кричать, стучать, что-то выдумывать, чтобы родители обратили на тебя внимание. И я, наблюдая сейчас за своим старшим сыном, вижу четко, что какие-то моменты, когда вот он, вот младшему говоришь что-то, и сразу, и сразу, и ты понимаешь, что сразу же аналогично должен дублировать вот это вот признание в любви, какую-то похвалу и второму ребенку. И только тогда происходит какое-то вот гармоничное состояние. И вот здесь еще очень важно, кроме того, что вы дублируете сами, вы должны сообщить ребенку, что тебе не надо делать что-то особенное. Ты уже любим, ты уже хороший, и мы тебя любим. Если ты хочешь, чтобы мы обратили на тебя дополнительное внимание, если ты замечаешь, что мы заняты и как-то не успеваем тебя поцеловать или обнять, подойди и скажи, папа, а вот давай ты меня сейчас обнимешь, или пожнем друг другу руки. И абсолютно спокойно ребенок это примет. И он это придет и сделает. На самом деле не придется врать. Еще одна причина детской лжи – это их попытки приукрасить все и выставить в другом свете. Дети рассказывают о том, о чем его у них на самом деле нет. Для привлечения внимания, для того, чтобы быть лучше, потому что у друзей есть, а у них нет, потому что это их мечты им бы хотелось, и они понимают, что в принципе их никак не реализовать. Очень большой проблемой и сложностью это является тогда, когда такие вот маски дети одевают перед родителями. Моя Стасия, ей 14 лет. Она учится в восточной гимназии, учит японский язык. И вот однажды она приходит ко мне со школы и говорит, мама, у нас в школе будет международная олимпиада по японскому языку. И я приняла решение принять в ней участие. Я думаю, боже, как ты молодец, вот ты повзрослела, умница, давай. И вот в течение целой недели она приходит мне каждый день и рассказывает, мама, приехали дети из Питера, из Москвы, отовсюду, а мы там писали какие-то тесты, а мы там делали то-то. И вдруг она приходит ко мне и говорит, мама, я заняла третье место. Я говорю, Стасия, да ты что, какая ты умница, молодец. Она говорит, причем первых два заняли дети, у которых родители японцы. Я говорю, Стасия, это не третье место, это первое место. Молодец, доченька. В общем-то, я счастлива на седьмом небе. И тут родительское собрание, и я классному руководителю говорю, что да, наверное, Стасе по математике, конечно, у нее там есть проблемы, не получается, но с другой стороны, вот вы согласитесь, какая же она умница. Она же заняла третье место. И вдруг она мне говорит, о чем вы говорите, Снежана? Я говорю, ну у нас же была олимпиада в школе. Она говорит, олимпиада у нас была. Но как я помню, Стасия в ней участие не принимала. Когда я с ней разговаривала, я говорила, Стасия, как ты могла? И она мне говорит, просто я хотела сделать тебе приятным. Ей действительно хотелось ребенку вот так маме приятно сделать? Или там был еще какой-то момент? Нет, все-таки она больше хотела привлечь мамина внимание, мамина восхищение, и опять же где-то утвердиться самостоятельно. Потому что когда она рассказывает, я это могу, я это... Возможно, она действительно хотела поучаствовать в этой олимпиаде, но ей не хватило духу прийти и заявить, я хочу. Еще одна причина детской лжи. Это очень строгие наказания. То есть если наши дети знают, что за те или иные поступки, за те или иные действия, за те или иные ситуации, они могут получить строгое наказание, они, соответственно, начинают скрывать этот факт. Ну а теперь у нас интересный эксперимент. Наши журналисты отправились в детский сад, чтобы пообщаться с детьми. Прямо сейчас мы научим родителей распознавать, ребенок говорит правду или лжет. Никита, ты брал красную машинку? Нет, я не брал красную машинку. А кто брал красную машинку? Я видел, это Вика брала красную машинку. Врет или нет? Но мне показалось с первого взгляда, что этот мальчик говорит неправду. А почему? Но вот по той причине, что он перебрасывает на кого-то вину. Обычно вот у меня Андрюша, например, если он врет, он сегодня говорит, нет, это не я, это Арина. Если он говорит, это не я, это Арина, я уверена в 100%, что это сделал он. На самом деле этот ребенок говорит неправду, потому что одним из характерных признаков, когда ребенок лжет, есть повторение вопроса. То есть если ребенку задаем мы вопрос, а он повторяет, он таким образом оттягивает время для того, чтобы придумать, что же ему сказать еще, как ему ответить. И, соответственно, очень часто, когда дети врут, они сразу говорят о том, кто это сделал. То есть чтобы быстро-быстро переключить внимание от себя. Кирилл, это ты поломал машину? Нет, это Катя брала. А вот санку Никиты, ее я носил за колеса. Честное слово, я ее не ломал. Я думаю, что этот правду говорит. Правду? Не знаю, убедительно. Он как-то по полочкам разложил все. Как опытный адвокат в суде, да? Нет, вот этот вот это сделал. Всех привлек. Всех привлек к делу. Если врет, то талантливо. На самом деле этот мальчик тоже говорит нам неправду. Потому что очень было ярко видно, как он опустил глаза, потом поднял, и как они у него стали нервно бегать. Он смотрел влево, вправо, вправо, влево, суетился и искал выходы. Когда ребенок смотрит вам в глаза, говорит, мама, я говорю тебе правду. Конечно, это правда. Обратите внимание, ребенок сказал честное слово. Употребление фраз, подтверждающих свою честность, прямое доказательство вранья. Давайте посмотрим третий сюжет. Егорка, кем работает твой папа? Банкиром. А кем работает мама? На работе директором. Хорошая семья. Я верю этому ребенку. Я ему верю. Правда? Безусловно, ему все верят, потому что он говорит правду. Он говорит четко, он смотрит в глаза, он уверен. Есть еще ряд признаков, которые помогут вам определить, что ваш ребенок врет. Ребенок может говорить неправду более тихим голосом, или у него меняется темп речи. Лжец избегает контакта глазами. Обманщик чаще обычно моргает. Ребенок прикасается к ушам, щекам, потирает ладони. Лжец говорит непрерывно и снабжает рассказ все новыми и новыми деталями. Лжецы сообщают больше информации, чем у них спрашивали. Если ребенок смотрит вверх, при этом вам рассказывает что-то, он врет. Прежде чем мы подведем итоги этого серьезного разговора, я бы хотела задать вам вопрос. А как вы думаете, правда ли, что первыми любителями кофе были козы? Я думаю, да. А почему нет? Да, почему нет? Почему нет? На самом деле это правда, потому что в 9 веке эфиопские пастухи, которые пасли коз, заметили, что животные поедают плоды дерева, и после этого становятся очень бодрыми и игривыми. Они собрали эти бобы кофейные и отнесли монахам в ближайший монастырь. И так люди начали впервые употреблять кофе. Угощайтесь, пожалуйста. Спасибо большое. Все начинается с Нес-кафе. Как научить ребенка быть честным? Если вы улечили ребенка во лжи, сообщайте ему это, и сообщайте то, какие последствия это несет за собой. Избегайте чрезмерной эмоциональной реакции на обман. Ребенок будет бояться говорить вам правду. Хвалите ребенка за честность. Дайте понять, что ребенок может вам доверять. Подавайте хороший пример. Не врите в присутствии ребенка. Объясните ребенку, что победа – это не главное. Принимайте ребенка таким, какой он есть. Не обязательно хвалить его только за высокие оценки, за победы и за какие-то достижения. Он есть, он уже хороший, и он уже ваш любимый. Спасибо, что были сегодня честными и откровенными. Это черта всех хороших родителей. Благодарю, что были у меня в гостях. Давайте встретимся завтра, и все будет добре.